привет друзья несколько дней назад снимал видео у меня здесь был сташочек маленький оденок был видео называется разговора на стогу сегодня я его докормил докормил вот и остатки старенького сена завел трактор толкал вон туда в ту кучу вот заметно оттолкал это все дело так подтолкал отсюда вот стажочек взял маленький стал толкать и упала макушка от него сейчас вот я ее завершил да вот будет видно вот стал хотел эти стога подтолкать которые здесь поближе но я возил их когда не было снега когда снега нету сцепление очень хорошие на тракторе и возится очень хорошо сейчас же трактор у меня без передка просто заднеприводный мтз-80 мтз-50 точнее и вследствие этого буксует трос я не стал вытаскивать думал подтолкаю задом задом раньше тоже толкалась хорошо когда не было снега коэффициент сцепления гораздо выше по земле когда снег лежит тогда все это дело буксуется ну это такие непрописные истины ну вот одним словом я это все дело подтолкал подпихал а то скормлю эти передние стога задние будет уже как-то хреноватенько кормиться так разговоры на стогу разговоры на стогу продолжаем наши разговоры на стогу друзья сегодня посмотрел я ролик артема с канала колхоз шоу где он со своей супругой сняли такой небольшой видос он залазит на стол подцепляется к проводам у них нету в деревне уличного освещения у них небольшая деревня что-то наверное под вид нашей всего лишь они живут я так понимаю где-то в ивановской области если я не ошибаюсь живут там несколько сотен километров от города москвы от столицы нашей родины москвы у них нету освещения уличного и зимой у них там 150 метров они сказали в ролике своем что до них не чистят снег трактор поднимает говорит что у нас заключен договор что только до суда до суда и все друзья я являюсь депутатом нашего сельского бергаматского поселения кстати я член единой россии кому-то это нравится кому-то не нравится кому-то мне к примеру тоже не нравится некоторые вещи которые происходят в нашей стране но это нужно для хочу на этом заострить небольшие вот такое вот внимание что есть определенные чиновники люди которые не хотят исполнять свои обязанности я артему написал в комментариях что у вас должны быть депутаты вашего поселения обратитесь с письменным запросом к депутату пусть он переправит этот вопрос главе поселения председателю совета или главе администрации и вопрос этот решится дело в том что у нас похожие наверное были когда-то такие вопросы мы решаем их и просто еще я как член комиссии там по социальным вопросам знаю все эти дела моменты выделяются деньги на уличное освещение на оплату электричества уличного освещения на очистку дорог в зимнее время вот это во первых во вторых если во всех у нас пять деревень там есть такие проблемы где-то недостаточное освещение где-то плоховатое но везде есть фонари светит где-то там тускловато качество лампчик желает лучшего они то перегорают то еще что то есть но раз квартал у нас у депутатов бывают сессии нашего поселения я думаю что они сессии если в других поселениях другу каждой губернии каждой области населенного пункта и раз квартал должны собираться депутаты где решать какие-то вот эти вопросы обращение граждан это работа такая их хотя за это наверное не я не знаю нам не платят я думаю что и в других тоже не платят но должны это решаться так что обращайтесь к своим депутатам они я думаю что должны все вопросы решить касающиеся освещение касающиеся чистки дорог у нас бывают тоже какие-то моменты когда недобросовестный тракторист поднимает лопату как-то плоховато все ну все это лечится раз-два там главе администрации сказали сделали ему замечание он следит за этим всем делом кто-то скажет в это это не входит в его обязанности это как расходит благоустройство и все дела он здесь главный в наших поселениях глава администрации так что ребята и это ваши проблемы как говорится почему плохо работаете почему вот должны как-то до работать капать на депутатов своих на нервы вот этим главным чиновникам для того чтобы они обустраивали жизнь как-то следили за этим качеством жизни улучшали это все повторюсь многое не нравится мне тоже есть какие-то нерешенные проблемы но из изо дня в день из года в год и каждый раз мы пытаемся решать что-то получается что-то не получается что-то получается не с первого раза со второго с третьего так что все это работает неважно какой партии принадлежит человек или чиновник все это должно работать так что еще раз повторюсь не нужно никого бояться пишите и обращение и на словах слова к делу как говорится не пришьешь пишите обращение чтобы депутат зарегистрировал ваше обращение написал отправил его дальше свое обращение сделал депутатский запрос в администрацию главе поселения и вопрос вопрос кстати пустяковый заканчиваю свой ролик кому было полезно видео видео от единой россии депутатов ставим палец вверх кому не полезно кому не понравилось палец вниз с вами был я владимир белов всем пока